Получается, что первое со своей жильёй, это был загородный дом? Нет, первое жильё, это была однокомнатная квартира, но большая. Я хотела именно студию, потому что я не думала о семейной жизни, не собиралась тогда, да и впоследствии, выходить замуж ни разу. А вообще замуж никогда не хотелось? Никогда не хотелось. А как так вышло? Почему тогда так рано с браком так всё случилось? Дело в том, что я вот сейчас понимаю, что это, конечно, были какие-то мои внутренние биологические часы, которые диктовали мне природу свою раскрывать в ком-то. Кого-то развивать, кого-то обучать, кого-то создавать. Конечно, я влюбилась в мальчика, он был у нас звукорежиссёром. Другого мира у нас ни у кого не было, потому что мы жили на гастролях. То есть познакомиться по работе можно было? Да, и мы решили с ним пожениться. А когда появился ребёнок, я поняла, что именно его необходимо мне было родить, а не воспитывать взрослого мужчину. Как я принялась активно это делать, к сожалению. К чему это не приводит, если вот говорят, что хочешь быть женой генерала, ходи там за лейтенанта. И вкладывайся в него. И вкладывайся. И потом ты вкладываешься, а он такой весь генерал уходит к молодой, красивой. Но это не ваш случай. Это не мой случай. Я просто так вижу, что такое происходит очень часто. Но в вашем случае тогда была другая проблема, что вкладываясь в него, ну то есть давая ему большие возможности, он всё-таки, ну это будем называть это мезальянсом, всё-таки у него были другие возможности, нежели чем у вас. И в каком-то смысле даже, может быть, возникала деградация, потому что мужчина не развивается при такой женщине, которая много зарабатывает, много возможностей имеет, много для семьи делает, что он как в тёплой ванне находился, всё комфортно. Это от человека зависит. Здесь он либо готов, хочет, может реализовываться, либо, ну может быть, ему и не нужно это. Кому-то хорошо и так. Как кто-то привыкает очень быстро к хорошей жизни и начинает её требовать. А что больше всего смутило? То, что не было вот этого мужского начала? Да нет, у нас вообще была история, сейчас уже, мне кажется, она комичная, тогда, конечно, нет, потому что я уезжала на гастроли, он не хотел, чтобы была няня, и он знал, что с 7 часов у него начало концерта, и без детей 7 звонить в каком-то непонятном виде, говорить о том, что сейчас он повезёт ребёнка на мотоцикле к бабушке, а ребёнку, вот. То есть хотел как-то пораздражать, да? Да, для матери это не просто раздражение, у тебя полный зал сейчас людей, живой концерт, а ты слышишь такое. То есть он мог действительно это сделать? Мог, конечно, да. Он к тому времени уже пристрастился к чему-то, я не знаю, не разбираюсь ни в каких, там, наркотиках и так далее, не буду говорить. Новые друзья, товарищи. А в итоге, когда я увидела совершенно действительно бешеные глаза и рассказы о том, что я вообще из масонов, а он потом Николая II, да, что он нашу дочь, будущая царица, и нас хотят убить, я лично стала бояться за себя, за ребёнка физически. То есть там уже было изменённое сознание. А сейчас как у него обстоят дела и как общение с дочкой складывается? Я не знаю. Долго я просила навещать её, но у него, по-моему, просто так и не возникло понимания, что у него есть ребёнок. А у него это единственный ребёнок, других нет? Ну, сейчас я слышала, родился кто-то. Как отец он не участвует в жизни? Ну, по сожалению, нет. Он спрашивает старшая дочь, что-то пропало? Ну, она иногда ему звонит, да. Ну, сейчас, знаете, такие вещи пооткрывались, пока я была в коме, что не даже говорить об этом человеке, кроме благодарности за дочь, не хочется.